Доброе утро! Сегодня расскажут наши утренние гости. Это Ольга Никонова, заведующая детским онкогематологическим центром имени ГААЗа и Наталья Цветова, координатор фонда «Дед Морозим». Доброе утро! Ольга Евгеньевна, скажите, донор костного мозга, я понимаю, что это очень важно, но как именно это важно? Чем помогают доноры больным детям? Ну, хочется сказать то, что действительно очень много детей заболевает у нас онкологическими заболеваниями, и, к счастью, большинство из них лечатся стандартными методами, это химиотерапия, оперативное лечение, лучевая терапия. Но некоторые детишки нуждаются в такой процедуре, как трансплантация костного мозга. Конечно же, лучше всего подходят это родственники, братья, сёстры, мама, папа. Но только 30% детям могут найти донора среди родственников, потому что у всех разный генотип, и не всегда даже братья и сёстры могут получить одни и те же гены от мамы и от папы, поэтому они этим друг от друга и отличаются. И когда ребёнок нуждается, или взрослый человек нуждается в такой процедуре, как трансплантация костного мозга, это заболевания, тяжёлые лейкозы, некоторые иммунологические заболевания, некоторые рецидивы онкологических заболеваний, тогда приходится обращаться к неродственным донорам, в регистр неродственных доноров костного мозга. И там находится так называемый генетический близнец, который наиболее точно подходит по антигенам лейкоцитов к больному ребёнку или другому пациенту. — Как стать донором костного мозга? Наталья, вы как координатор фонда «Спасшего жизнь уже стольким детям» знаете наверняка весь алгоритм действий. Вот сейчас нас слушают зрители и действительно решили помочь. Что делать? — Во-первых, сегодня у нас акция будет проходить на Ленина 51 в условиях мобильного комплекса службы крови. С 9 до 14 часов мы будем ждать всех желающих. Нужно прийти, заполнить соглашение, анкету, вы сдаёте всего лишь 20 мл крови для определения вашего HLI генотипа. Всё, вы в регистре. Мы посылаем пробирочки в Санкт-Петербург, в лабораторию, ну и таким образом попадаете в регистр. Ну а далее нужны будут ваши участия или не нужны, это вот как... — Как судьба. — Да, как судьба. — Как, я не знаю, там, как бы Бог распорядится для верующих или судьба для всех остальных. Ольга Евгеньевна, скажите, вот этот национальный регистр доноров костного мозга, как часто помогает пермским детям именно? — Я хочу сказать, что пермским детям, которым была проведена трансплантация костного мозга, она была проведена либо от сестры, брата, мамы или папы, и несколько детишек — это были доноры из-за рубежа, в частности, из Германии. К сожалению, в регистре, в российском регистре содержится всего 30 тысяч потенциальных доноров. Это крайне мало для 150-миллионной России. И понятно, что из этого количества людей найти полностью подходящего для себя донора очень мало. Если сравнить наш регистр с регистрами зарубежных, где находится 21 миллион потенциальных доноров, сведения о потенциальных донорах, конечно же, эта акция сейчас наиболее важна, потому что мы должны создать свой российский регистр для того, чтобы найти наиболее подходящих доноров, потому что россияне должны помогать именно россиянам. — Так природа распределилась. — Да, так природа распределилась. Мы генетически друг другу более близки, чем люди из другого континента. — Ольга Евгеньевна, скажите, как врач, какие показания, противопоказания к донорству? — Донором может стать практически любой, но здоровый человек. От 18 до 50 лет для доноров костного мозга, 55 для гематологических стволовых клеток. Это должен быть здоровый человек, не имеющий хронических соматических заболеваний, инфекционных хронических заболеваний, болеющих с ПИДом, сифилисом и другими социально опасными инфекциями. И быть психически здоровым. — Наталья, и еще какие, скажем так, официозные важные действия должны быть в биографии этого человека? — Да, должен быть обязательно с собой паспорт с пропиской на территории Пермского края не менее 6 месяцев. — Самое главное. — Законодательно закреплено. — Больше никаких документов с собой можно не брать? — Или карту там о здоровье, что человек здоровый. — Ничего не нужно, паспорт. И желание спасти жизнь. — Да, безусловно. Потому что если он когда-нибудь подойдет, то нужно будет участие в процедуре. — Конечно, да. — Спасибо вам огромное. Я желаю вам сегодня просто большого количества добрых людей, которые придут помогать. И искренне на это надеюсь. Вам, уважаемые, напоминаю, что сегодня, 20 апреля, в нашем городе на Ленино-51 пройдет с 9 до 2 часов дня пройдет очень важная акция. Вы можете стать донором костного мозга. Сразу костный мозг у вас брать никто не будет. Вам нужно сдать 20 мл крови. И таким образом вы станете участником национального регистра доноров костного мозга. Это очень важно. Это может спасти кому-то жизнь. И вы можете стать этим человеком, который спасет жизнь. Так что подумайте об этом. И если что, приходите.